Здравствуйте! В эфире телеканал Архиз 24, программа «Экономика». Самые актуальные экономические вопросы обсудим и проанализируем вместе. Антитабачная политика в России ужесточается. Курить нельзя уже практически нигде. Легкие и мягкие сигареты отменили. Вплоть до того, что курящие на балконе жители многоэтажки должны возмещать моральный вред своим некурящим соседям. По решению суда, естественно. А между тем, насколько действенны такие меры? Проблема табака касается любой семьи. И та агрессивная политика, агрессивная рекламная политика, которая лилась в экраны средств массовой информации, безусловно, раздражала жителей России. И принятие решений, когда ограничивалась реклама табачных изделий, ограничение употребления табака в общественном питании, возле школ, ресторанов, кафе, в местах общественного стадиона, конечно же, поддерживало всем населением. И на мой взгляд, в течение этих 3-4-5 лет, которые сегодня эта политика продолжается, и результаты налицо. Собственно говоря, молодежь в меньшей степени увлекается табаком, когда это не видят на экранах телевизоров, не пропагандируется. Более того, в киосках у нас на видных местах отсутствуют табачные изделия. И, безусловно, эта политика, цилинтрализованно проводимая государством, дает, я убежден, давало бы положительные результаты. Вместе с тем, меня, например, лично беспокоит та ситуация, когда ряд средств массовой информации, политиков, государственных деятелей предлагают ужесточить эту политику. На сегодняшний день поступает предложение о запрете курения в автомобилях, о запрете курения собственных балконах, увеличение акцесса на производимую продукцию. Ужесточение этой политики в конечном итоге приведет к тому, что будет процветать теневой бизнес. На сегодняшний день по статистике до 5% табачных изделий существует на черном рынке, а я убежден, эта цифра гораздо больше. Это приведет к тому, что на собственных участках начнут производить табак. Распространение получит некачественная продукция, производимая, скажем так, мелких подпольных заводиков. Курильщики такому натиску сопротивляются как могут. Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что растущие из-за высоких акцизов цены на сигареты заставляют россиян выращивать собственный табак на дачах и огородах. Когда приезжаешь в регион, с ужасом узнаешь, что народ перешел на выращивание табака, махорки. А по статистике производство табака упало на 21% и курить вроде стали меньше. Но на самом деле это не так. Если в налоговой политике, в табачной сфере и дальше ориентироваться на мировые стандарты, то население переключится на выращивание табака. Маркетинг, управление, ораторское искусство и финансовый менеджмент – это лишь часть образовательных блоков, которые прошли участники федеральной образовательной программы «Ты предприниматель» в Карачаево-Черкесии. На протяжении 7 месяцев участники встречались с федеральными международными экспертами, обменивались опытом, учились правильно составлять бизнес-планы. А некоторые уже даже представили работающие бизнес-идеи. Одной из частей завершающего этапа этой программы стал первый молодежный бизнес-форум «Ты предприниматель». Казбек Кономатов – один из 417 участников образовательной программы «Ты предприниматель» в Карачаево-Черкесии. Но в отличие от большинства, он уже предприниматель со стажем. У него собственная студия декора и мастерская по изготовлению украшений из фанеры. На данный момент он занимается привлечением инвестиций в производство. Собственно, поэтому и решил стать участником программы. Мы дошли до точки роста, когда мы должны уже расширяться, когда уже наступает следующий этап. Мы уже, этот проект для нас не новый, мы его просто сейчас развиваемся. Благодаря таким форумам, как Машук и территорию смыслов, мы получили достаточное количество информации, чтобы понять, что нужно расти, чтобы не уйти назад. И вот сейчас, в данный момент, мы именно по этой причине участвуем на этом форуме, чтобы получить дополнительные инвестиции, чтобы расширяться, чтобы покупать современное оборудование. В течение семи месяцев, ими настолько длилась программа в нашем регионе, участники проходили так называемые образовательные блоки. На разные темы – менеджмент, маркетинг, ораторское искусство. Преподавали эксперты федерального и даже международного уровня. Дарья Зинковская, директор Института социально-креативного развития актива, стала одним из приглашенных экспертов по теме лидерства, без которого, по ее словам, не обходится ни один успешный бизнесмен. Поговорим о том, каким должен быть современный молодой бизнесмен, что чем отличается босс от лидера, то что лидер должен вести за собой, должен быть примером, должен быть мотиватором, зажигалкой, который сможет не только себя развивать, но и развивать свою команду. Если будет команда лучшая, то и будет больше достижений, больше результатов. Образовательная программа «Ты предприниматель» реализуется в Карачао-Черкесии, начиная с 2011 года. За это время ее участниками стали несколько тысяч человек. Были реализованы десятки ярких, интересных бизнес-идей. Но в отличие от предыдущих лет, программа нынешнего года была усовершенствована и адаптирована для более широкой массы людей. Результатом на сегодняшний день является 8,5 миллионов привлеченных инвестиций в молодежные проекты. Также, помимо этого, и участие представителей Карачао-Черкесии на федеральных и международных площадках. Следует отметить, помимо этого, тот факт, что целевая аудитория, она немножечко под конец чуть поменялась, корректировалась в результате того, что интерес проявила чуть более возрастная категория в возрасте от 35 лет. Также важной и отличительной чертой программы нынешнего года станет проведение ярмарки инвестиций, на которой 15 участников представят уже работающие бизнес-идеи 10 потенциальным инвесторам. А что касается автора лучшего бизнес-проекта, то он отправится в Лондон на обучение в школе бизнеса и управления. Мадина Лайпанова, Радамир Князев, Архиз 24. Книги всегда играли важную роль, особенно для богатых и знаменитых людей, таких как Джефф Безос, Билл Гейтс и Илон Маск. Эти люди считаются одними из самых читающих в среде ультрабогатых. Они не раз хвалили определенные книги, которые, по их мнению, необходимо прочитать каждому, кто хочет, чтобы его бизнес был успешным. Вести экономика представляет 10 книг, которые, по мнению трех знаменитых предпринимателей, должны быть в библиотеке любого управленца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 28% получают помощь от мужа или жены Больше всего средств россияне по данным опроса тратят на еду 79% опрошенных На втором месте услуги ЖКХ 40% Замыкают тройку аренда жилья или выплата ипотеки 32% По уровню зарплат ожидаемо лидирует Москва 62 тысячи рублей Московская область 47 тысяч Санкт-Петербург 46 тысяч рублей Служба исследований HeadHunter опросила 9560 российских работников В период с 17 октября по 7 ноября Малый и средний бизнес Что их ждет завтра? На этот и многие другие вопросы Эксперты и представители власти отвечали в рамках конференции Содействия развитию малого и среднего предпринимательства Опыт субъектов России С какими проблемами сталкиваются бизнесмены? Как государство может им помочь? И что будет актуально в будущем? Все это вместе с бизнес-сообществом узнавал и наш корреспондент По мнению экспертов конференции Основная проблема, с которой сталкиваются те, кто хочет начать свой бизнес Это не отсутствие пресловутого стартового капитала А отсутствие новых идей В связи с этим мелкий и средний бизнес идет по простому пути Копирования уже имеющихся форм И в результате один сектор оказывается перенасыщен предприятиями А другая ниша экономики абсолютно не охвачена Эксперты в один голос заявляют В современном мире новаторство в бизнесе – залог успешности Мы с коллегами хотим поговорить о образе будущего И нужно проговорить, где видит себя тот или иной предприниматель Через определенное время, на какой площадке И как он видит будущее своего бизнеса Наши эксперты постараются донести до предпринимательского сообщества Современные тренды И безусловно, именно грамотное, эффективное использование наметившихся тенденций А самое главное, вот эта очень важная мысль о том Что бизнес не может решать вопросы вчерашнего дня и даже сегодняшнего Он должен немножко заглядывать в будущее Для того, чтобы обеспечить свой успех в определенном горизонте Многие из бизнесменов уже уловили новые тенденции Потому активно пытаются идти в ногу со временем Например, Александр Караулов Работая в рекламном бизнесе, он ясно понимает Что останавливаясь на достигнутом В нашем современном мире успешным не станешь У меня пять направлений в моем бизнесе И каждое направление требует отслеживания новинок Что появилось на рынке не только в плане идей Но что появилось на рынке и в плане технического воплощения этих идей в жизнь Поэтому я постоянно слежу за этим Езжу по выставкам московским, региональным Чтобы не упустить ту нишу, которой мы запозиционировали себя как ведущие специалисты Что касается взаимодействия бизнеса и власти То и тут опять изменилась стратегия развития Государство отходит от модели, когда просто дает деньги для бизнеса Теперь власть старается создавать условия для самостоятельного ведения дел Иными словами, действует согласно притче Дай человеку рыбу, он будет сыт один день Научи его ловить рыбу, и он будет сыт всегда С таким подходом, кстати, согласно подавляющее число бизнесменов На сегодняшний день государство делает упор на инфраструктурную часть На создание инфраструктуры Что это дает? Это дает, то есть мы можем предпринимателю дать что-то новое в качестве знаний Помочь предпринимателю выехать в другой субъект Например, для того, чтобы он изучил опыт других предпринимателей Его же отрасли То есть, если говорить о вывозе своей продукции за пределы страны То мы можем помочь предпринимателю принять участие в выставках, ярмарках А также помогать ему находить рынок сбыта В том числе за пределами нашей республики и нашей страны В ходе конференции состоялись сразу несколько панельных дискуссий круглых столов Посвященных развитию малого и среднего предпринимательства И решению сопутствующих проблем За решение дня прошла презентация нескольких современных и перспективных бизнес-проектов Организаторами конференции выступили Региональное министерство экономического развития Центр развития предпринимательства при поддержке Ренхикс и торговых центров России и Панорама Эрнест Чоков, Далиль Мирза, Архиз, 24 Узбекистан, Армения, Азербайджан и Туркменистан Граждане именно этих бывших стран Советского Союза Все чаще приезжают к нам в республику с целью трудоустройства Только за 10 месяцев текущего года на миграционный учет в Карачаево-Черкесии Было поставлено порядка 22 тысяч иностранных граждан Такие цифры в ходе пресс-конференции озвучили сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Карачаево-Черкесии Итоги работы ведомства в нашем материале Карачаево-Черкесия уже давно является привлекательным субъектом нашей страны для иностранных граждан Кто-то едет сюда, чтобы покататься на горнолыжных склонах Увидеть красоты и уникальные достопримечательности региона А кто-то приезжает на заработки в поисках лучшей жизни Так, за 10 месяцев текущего года на миграционный учет было поставлено около 22 тысяч иностранных граждан И большая часть из них это трудовые мигранты При пресечении государственной границы с территорией Российской Федерации Они указывают цель везда, работа Очень много, конечно, и частных цель везда, которые приезжают Это гостевые, погостить, либо туристы Ну, а основное, это, конечно, трудовые мигранты Но сегодня тем, кто хочет работать в нашем регионе Одному желанию зарабатывать деньги и документов, законодательно подтверждающих эту возможность Иметь все же мало По новому законодательству каждый иностранный гражданин Для того, чтобы трудоустроиться, должен получить патент Документ, который законно разрешает мигранту находиться И самое главное, работать на территории нашей страны А выдают его тем, кто хоть как-то знаком с великим и могучим Для этого иностранцы должны сдать экзамены Для того, чтобы получить патент, иностранный гражданин по приезду должен в течение 7 дней стать на миграционный учет Точнее, это должны провести процедуру, принимающая сторона, зарегистрировать его Затем, в течение месяца, данный иностранный гражданин должен уже получить патент, подать заявление Потому что при превышении одного месяца, там уже он подвергается административному штрафу Так, с начала 2017 года сотрудниками миграционной службы было оформлено 3673 патента Большая часть из которых для работы у физических лиц Стоит отметить, что многие работодатели имеют годами налаженные связи с иностранными гражданами И с года в год приглашают одних и тех же людей Ведь штрафы за использование рабсилы сегодня очень высокие Поэтому выгоднее работать по закону Основное, это, конечно, у нас строительство, сельскохозяйственная отрасль Это имеется в виду у физлиц Это основное Если взять по тем, которым мы выдали разрешение для работы Это агрокомбинат Южный, Древейс Основной, да, большой поток у нас Иностранных граждан, КСКНДР, это агрокомбинат Южный А вот торговые точки и строительные площадки Пожалуй, самые популярные рабочие места для нелегальных иностранцев нашей республики За 2017 год сотрудниками региональной миграционной службы было проведено порядка 1200 проверок В ходе которых было выявлено 820 административных правонарушений А также вынесено 134 протоколов о выдворении иностранцев В целом же ситуация с миграционным потоком у нас в республике сегодня спокойная И находится под контролем, отмечают в ведомстве Зафиксировано даже незначительное снижение количества мигрантов Впрочем, прогнозируют специалисты, вряд ли наш регион останется вовсе без рабочих рук приезжих Ведь о его привлекательности сами за себя говорят цифры На сегодня это все. Мы продолжим следить за новостями Смотрите экономику на нашем телеканале и всегда будьте в курсе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова